СОФИЯ НИКУЛИНА Расскажите, пожалуйста, немного о конкурсе. Как он проходил? Ну, конкурс «За нравственный подвиг учителя» проходит у нас уже в России в 13-й раз. Он включает в себя три этапа – региональный, межрегиональный и всероссийский. Ну, мне вот так повезло, что в этом году комиссия выделила вот эту серию книг, которые были написаны в разные годы. Это книги, посвященные нашим святым русским. Это «Жития святых». И так получилось, что возникла эта идея – объединить все эти книги в одну серию и назвать её «Жития святых в земле Рязанской просиявших». И вот этот конкурс, несколько номинаций в нём есть, и я участвовала, уже теперь понятно, потому что я говорю о книгах в номинации «Лучший издательский проект года». Ну, вот сама вот эта идея объединить все эти книги в эту серию принадлежит ректору нашего Рязанского института развития и образования Андрея Анатольевича Кашаева. И так это всё прозвучало, вот и во мне радость у меня была такая от этого, потому что это все вот наши святые. И святитель Василий Рязанский, и великий князь Олег Рязанский местно чтимый, и, конечно же, Пётр Феврония, и Любушка Рязанская, епископ-затворник святой Феофан – все они очень нам близки сердцу каждого рязанца. Поэтому даже впоследствии, имея в начале пять этих книг, я написала уже вдохновлённое именно этим предложением «Житие святых для детей» в стихах, как и все книги написаны в стихах, о Петре и Февронии и о Любушке Рязанской. Это уже просто сердце нашей Рязани, Любушку, её все знают, все любят. И вот там, где мы сейчас с вами находимся, это место, в котором недалеко как раз и жила святая блаженная любовь Рязанская. Ну и то, что первое место – это серьёзно, конечно, по Центральному федеральному округу. И волнительно, а радостно, потому что теперь будет единая книга, потому что к ней ещё дополнительно было написано методическое пособие, это же учительский конкурс. Вот как использовать и в данном случае эти книги, эти тексты, и просто как разговаривать о наших святых. Вот это в помощь учителю. Расскажите, пожалуйста, подробнее о методическом комплексе. Это свод рекомендаций? В каком формате она написана и кому в первую очередь предназначена? Ну, в первую очередь, это методическое пособие предназначено для учителей, преподающих основу православной культуры. Ну, конечно, оно может и шире быть использовано, потому что в нём, в частности, я размещаю сценарий праздников к юбилейным датам, предположим, к 700-летию, со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 200-летию со дня рождения Феофана Затворника Вышинского. Ну, и к использованию конкретно на уроках. Я работаю по учебнику Шевченко Людмилы Леонидовны, и у нас есть уроки, 25-й урок, урок смирения. Ещё один из уроков – «Христианская радость». Урок о смирении – это как раз разговор о преподобном Серге Радонежском, икуме земли русской. А «Христианская радость» – о батюшке Серафиме Саровском. Поэтому здесь я предлагаю фрагменты такие урока, какие вопросы мы задаём детям, на что обратить внимание, самое главное. Также я очень люблю составлять кроссворды. Здесь есть и кроссворды, и тестовые задания. Поэтому я думаю, что учитель открывает вот это пособие, и как-то всё встаёт, на мой взгляд, на свои места. Это, как и для меня, любое методическое пособие является помощью в проведении уроков, так и для наших учителей. Я рада, что если это им действительно поможет в работе. Это ваш первый опыт создания методического пособия? Это у меня было ещё. Методическое пособие издавалось тоже силами Реро, православная этика. Это уже, правда, давно было. Но вот этот уровень достаточно серьёзный. Мне здесь помогали наши специалисты, я очень всем благодарна. Поэтому, я думаю, добрую службу сослужат нашим российским учителям. Наш небольшой вклад, нас, рязанцев, в этот пласт культуры нашей, культуры православной. И поможет воспитать наших детей достойными. Это ещё одна такая вот капелька или зёрнышко, что ли, которое должно дать свои ростки. Вот так. Чем отличалась работа над прошлым пособием и над этим? Чувствуется ли у вас какой-то внутренний рост? Или какие-то уже наработки, может быть, перешли от того материала к этому? Ой, я уж не знаю насчёт внутреннего роста. Дело в том, что когда я писала вот эти произведения, вот первое было написано «Игумен земли русского». Вот здесь на столе лежат книги разных изданий. Теперь вот мы уже видим, что это в единую форму всё приведено. А вот тогда, когда я начинала, я даже не мыслила о том, что это будет служить даже в качестве учебника, так бы я сказала. Это вот душа так открылась. Я вот первая вот увидела, тогда помню, картины о преподобном Сергея Николаевича Ефошкина, московского художника. Во мне всё всколыхнулось. Это такая глубина, красота. И у меня сразу возникло это желание написать современным языком, чтобы легче воспринимал каждый человек. Тем более много лет мы были оторваны от нашей церкви. И поэтому вот была такая вот вдохновляющая меня идея. Поэтому это всё для детей. И эти книги могут использоваться, ну, просто читаться в домашнем чтении. И а вот сама вот дальше идея, вот как вы меня спрашивали, методическое пособие, чтобы было к этим книгам написано. И это, знаете, подвело меня что-то к этой идее. Я просто стала часто слышать. А затем, когда появился интернет, я научилась пользоваться интернетом. Для меня сама это просто удивительно. Я увидела, что книги-то эти и тексты, они востребованы, оказывается. Ставят спектакли, ставят мультфильмы, используют в различных сценариях. Думаю, ну что же, надо тогда, раз это приносит людям пользу, надо поднапрячься, а ещё потрудиться. И сделать, чтобы было всем полезно и нужно. Какое произведение ваше любимое из того, что уже создано? Ну, может быть, над чем-то было интереснее всего работать, что ты запомнила? Ну, вы знаете, вот когда я работала над книгой «Игумен земли русской», правки мне делал никто иной, как преснопамятный владыка Симон. Наш любимый владыка. И вот был один, у меня сохранились эти рукописи, там есть его правки чёрными чернилами. Его там почерк вижу, вот он как будто вот рядышком. И, вы знаете, интересный был момент. Я, как человек ещё мало воцерковлённый на тот момент, боялась что-то допустить, какую-то даже, может быть, нелепость, что-то, неправильность какую-то. И у меня там есть такое четверостейшее, я написала, а где мне что-то непонятное, я знак вопроса ставила. И вот у меня там такое есть четверостейшее. «В искушении все припасы закончились в монастыре, монахи затянули рясы, ведь нет ни крохи на дворе». Потом думаю, ну что-то я про монахов так пишу. Говорят, обычно голодно, когда затяни пояс потуже, да? Вот думаю, как-то я неблагоговейно сказала. Вот поставила знак вопроса. А мне Владыка Симон пишет. Значит, я теперь прочту, как получилось. «В искушении все припасы закончились в монастыре, монахов жалобные глазы, ведь нет ни крохи на дворе». Ну я бы так не посмела сказать. А вот Владыка посмел. Так это мне понравилось. И там есть многие его правки. Всегда было интересно работать над всеми произведениями. Всегда что-то, какая-то новая страничка открывается. Вот, например, святитель Василий Рязанский. Ну как нам, может быть, не близок этот святой? Это покровитель нашей Рязани. А в пытность моей работы в православной гимназии святителя Василия Рязанского нами в гимназии был совершен удивительный водный крестный ход. По пути прибытия святителя Василия мы сначала плыли от Рязани до Муром, а потом из Мурома в Рязань, как вот против течения, и святитель Василий плыл на своем плаще монашеском, на Мантии. И это всё было с нашими детьми. Дети тогда ещё были не столь велики. Им было там по 11-12 лет. У нас большая была вот эта вот регата, группа была большая. Но это всё настолько вот близко, что я вот смотрю на саму книгу, мне даже кажется, вот волны оки, вот они передо мной вот эти проходят. И думаю, вот она жизнь. И вот мы когда подплывали, нас в Муроме ждал народ, крестным ходом они прошли к берегу. И мы когда на нашем кораблике подплывали, у нас трёхметровая икона святителя Василия Рязанского стояла. И мы увидели, как жителям Мурома женщины падали в воду на колени. Почему они так делали? Они просили прощения у святителя Василия за то, что они когда-то его изгнали, что они заподозрили в его, в таком, внецеломудрие святого человека. А он такой смиренный был. Вот они его даже убить хотели, но потом как бы пожалели, решили отпустить с миром. Вот лодку ему приготовили. Это всё я описываю в стихах, в книге. А он у всех на глазах, против течения реки, на собственном плаще поплыл. И вот они просили у него прощения. Вот таким образом на колени встав. Поэтому столько вот здесь связей. Я не могу сказать, вот какая вот любимая книга, вот какую книгу не возьмёшь, всё вот идут такие вот воспоминания, причём они воспоминания такие сердечные, они настоящие. Вот официоза вот этого нет. И мне хотелось и патриотическим языком сказать, и тёплым языком сказать. Вот, например, начало «Игумен земли русской» в книге начинается таким образом. «Отечество моё, Россия, в тебе дух старины живёт, и ни одна ещё стихия не победила твой народ. Из тьмы веков ты восставала и становилась всё сильней. Святая Русь, твоё начало, и преподобный Сергий в ней». Ну, это вот такое вот действительно патриотическое звучание. А вот в другом месте, например, в книге «Добрый батюшка Саровский» я пишу о батюшке Серафиме. «Ты преклони к нему головку, он на иконке, как живой, и добрый батюшка Саровский за нас помолится с тобой». Ну, такой вот, как бабушка, как будто рассказывает сказку своим внучатам. Поэтому, ну вот, не могу я вот сказать, какие любимые. А как я переживала, когда вот этот проект состоялся «Великий князь Олег Рязанский», вот эта книга. Это был большой проект, проект наш епархиальный, и был он выпущен, и подключены были потомки князя Олега Рязанского. К нам приезжала одна из потомков из Америки. И вот когда ты это тоже чувствуешь, вот эту связь, вот тут мороз по коже, ой-ой, какой пробивает. Еще мне хотелось переубедить москвичей, что не был Олег Рязанский предателем. Он не просто был героем. Этот человек до последней капли крови и всю свою душу, души своей, до донышка, стоял за свою землю, за свой род и в конечном итоге за всю Русь святую. Если бы не его смирение, если бы он не смирился перед князем Дмитрием Донским и не признал себя младшим братом, хотя это Великое княжество Рязанское, оно само по территории-то огромное. По-моему, это Рязанская область, как Франция у нас. Но если бы он не смирился, то и объединения этого не произошло бы, и Русь, государство российское не стало бы таким сильным. Поэтому я всеми, всей своей душой, и это же я не сама сочинила, это все из источников. Мне были многие источники предоставлены исторические. И поэтому, опять же, владыка Симон на защиту всегда вставал князя великого Олега Рязанского. Поэтому я думаю, нашим детям, не только рязанцам, а всем, это вот эти знания, которые изложены в житии простым языком. Я не говорю, что это какие-то великие литературные произведения, но во всяком случае там все понятно и складно. Поэтому я думаю, это полезно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Творческих вам успехов. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Софья Никулина, учительница школы номер 63. До новых встреч!